МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Перспективное развитие". В Бобруйске появится новая грибная база и оздоровительный комплекс. Планируется комплексное благоустройство территории. Где разместится спортивный городок. Держи карман шире. В областном центре пресечена деятельность очередного дропа. В 18-летнем гелищанке знакомый предложил подработку. С какой срок грозит доверчивой девушке? Путь к пьедесталу. Чемпионат вооруженных сил завершился в Бобруйске. Один из таких значимых спортивных мероприятий. Кто победитель? А также билеты в Индию, спрос на молочную продукцию и новшества в школьной программе. С 1 сентября все учащиеся перейдут на другую систему питания. Чего ждать? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Президент провел совещание по вопросам организации работы Палаты представителей. На встрече во Дворце независимости присутствовали представители Нижней Палаты парламента, администрации президента и председатель ЦИК. Главными темами, затронутыми главой государства, стали итоги прошедшей избирательной кампании, формирование рабочих органов Палаты представителей, организационная и материальная поддержка трудоустройства депутатов, подготовка встречи с уходящим созывом и первое заседание ВНС. Обычно я знаю как депутат, знаю, что этот период непростой. Но чехарды хватает, нагрузка на секретариат большая, чтобы Новомович Андрей Николаевич не бегал там по инстанциям. Нам надо оказать ему в организационном плане и материальном плане соответствующую поддержку, чтобы он мог подготовить рабочие места депутатам, выслушать их пожеланиям в конце концов. Ну, это обычный рабочий момент. Александр Лукашенко дал понять присутствующим. В случае появления каких-либо затруднений или проблем в переходной фазе участники совещания должны о них проинформировать. Президент, в свою очередь, готов выслушать и помочь в решении всех вопросов. Доверчивая могилевчанка повелась на легкие деньги. Как итог, на девушку завели уголовное дело. Следователями установлено, с 18-летней студенткой связался ее знакомый и предложил заработать. Для получения денег девушке нужно было скинуть фотографию паспорта, на которой будет оформлена банковская карта. После на мобильный телефон пришли коды, которые та и продиктовала работодателю, предоставив доступ к расчетному счету. Парень уверял могилевчанку, что все законно. Карта необходима ему для работы с валютой. Получив наличные в размере 20 рублей, девушка не поинтересовалась ее дальнейшим предназначением и таким образом стала фигуранткой уголовного дела. Правоохранители напоминают, предоставляя доступ к своим платежным картам, вы становитесь пособниками кибермошенников, которые в дальнейшем легализуют деньги, полученные преступным путем. За это предусмотрена уголовная ответственность. Акции от МЧС, рейсы от Белави и запрет на рыбу. С 1 марта за ловлю щуки предусмотрено наказание. Кто отправил хищника в блэк-лист? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь в 2025 году рассчитывает увеличить производство молока сорта «Экстра». В планах повышать продуктивность дойного стада, совершенствовать селекционную работу, кормление, работать над воспроизводством. По оперативной информации, его товарность по некоторым регионам более 92%. А есть хозяйство, где она достигает 96%. С 1 сентября все белорусские школьники перейдут на новую систему питания. В январе 76% учреждений образования внедрили программу. В меню пельмени со сметаной или кетчупом, запеченная куриная голень, хот-доги. Во время эксперимента учащиеся протестировали полтысячи блюд. Почти 300 самых популярных из них вошли в информационный сборник технологических карт. С 1 марта по 15 апреля в рыболовных угодьях Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях запрещается лов щуки обыкновенной. По срокам нереста она опережает всех весенне-нерестующих рыб. Случайно пойманная в период запрета должна быть выпущена в естественную среду обитания, иначе штраф от 10 до 30 базовых величин. В случае причинения вреда – уголовная ответственность. Белавия будет летать в Индию дважды в неделю. С 16 апреля в расписании появится дополнительный рейс. Вылет из Минска по вторникам в 21.10, прибытие в Дели в среду в 6.20. Белорусам для поездки необходима виза, которую можно оформить онлайн. Электронная выдается сроком на 30 дней, год или 5 лет. В первый день весны стартовала акция МЧС «День безопасности. Внимание всем». Так, в учреждениях образования прошел тематический урок, посвященный Всемирному дню гражданской обороны. А в местах массового пребывания людей сотрудники службы спасения организовали интерактивные мероприятия. Программа расписана на три этапа, которые продлятся до конца месяца. Расстраивается на глазах. Бобруиск растет ввысь и ширь. Обновляются дороги, открываются улицы, строятся многоквартирные дома. В 2023-м проделана колоссальная работа. В 2024-м на достигнутом останавливаться не намерены. В генплан развития города заглянула Елизавета Липеева. Буквально месяц назад для маленьких жителей микрорайона Киселевичи двери распахнул новый 86-й детский сад. Внутри трехэтажного здания располагаются 12 групп, музыкальный, гимнастический, спортивный залы и бассейн. Теперь 230 ребят с раннего возраста привыкают к комфортным условиям. Более того, познают увлекательный мир знаний в компьютерном кабинете комнат-ремесел, уникальных для города. Детки занимаются ежедневно, и занятия проводятся в каждой возрастной группе. Мы подбираем под каждого ребенка насыщенное занятие, проводим различные мероприятия. Садик очень понравился. Оформление дизайна стен. То есть каждая группа по-своему очень красиво оформлена. Ну и вообще современная мебель, современное все. Счастливое детство. В 23-м по инициативе депутатов в городе появились 10 современных спортивных и игровых площадок. Работа в этом направлении продолжится и в этом году. На радость малышам и их родителям будет установлено 9 новых комплексов с качественным оборудованием. Город меняется. Конечно, это заметно. И по озеленению корректируют деревья, скверы, которые во дворах. Дома у нас на Ульяновской растут как грибы. Многоэтажки. Очень быстро. Ну, что тоже радует. В общем-то, люди будут новоселье справлять. Очень строится много площадок, кафешек разных. Много интересных развлечений для детей и вообще тоже для взрослых. Он преобразился вообще просто, знаете, с такими темпами. Мне очень нравится город. Мне кажется, что у нас довольно много построено и для молодежи в плане отдохнуть. Еще один подарок для горожан. Новый спортивный объект появится возле Бобруйской арены на пересечении Карбышева и Карла Апермана. Просторные залы будут предназначены для тренировок и соревнований по волейболу, гандболу, баскетболу и мини-футболу. Порадуют жители города и помещения для аэробики с аудиосистемой, телевизором, хореографическим станком и другим необходимым оборудованием. Также в двухэтажном здании разместится тренерское, административные помещения и трибуна на 120 мест. Планируется комплексное благоустройство территории. Это будет организованы дополнительные парковочные места. Будет установка малых архитектурных форм. И заезд планируется с улицы Апермана. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса даст возможность гражданам иметь больший доступ к спорту, интересно проводить время и, конечно, станет правной точкой для развития территории Бобруйской крепости. Значимым событием для города станет и строительство грибной базы для организации учебно-тренировочных занятий по гребле на байдарках и каное. Трехэтажное здание появится на Толстого 114 вдоль Березины. Комплекс будет иметь два выхода – к воде и на сушу. Композиционной доминантой здания станет башня с помещением дежурных матросов и мотористов с круговым обзором всей экватории. На чуть более двух гектарах земли запланировано строительство газовой котельной, трансформаторной подстанции и парковки. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Пагубное пристрастие. 1 марта – это не только первый день весны, но и международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Это одна из наиболее актуальных проблем как для здравоохранения, так и для всего общества в целом. Они бьют по молодежи и здоровью нации. Эта дата провозглашена Генассамблеей ООН более 37 лет назад для того, чтобы сплотить мир в противостоянии наркоугрозе. Борьба с раком воли, так еще называют это пагубное пристрастие, приоритетное направление в работе сотрудников многих ведомств и структур, образования и здравоохранения, милиции. Функции у каждого свои. Дело общее. Цель – доказать отказаться от наркотиков нужно один раз. Первый. Фактически на всех общешкольных родительских собраниях присутствует, доводит актуальную информацию по незаконному обороту наркотиков, по профилактике данного вида преступления среди несовершеннолетних. Как родители могут понять, что их ребенок, подросток связался с незаконным оборотом наркотиков, а также стал потребителем наркотиков. Данная информация доводится фактически ежеквартально. Не всегда хватает силы воли, мужества, ну или еще чего-то у людей, которые принимают это впервые. И вот здесь очень важно, чтобы рядом с молодыми людьми, которые, как правило, начинают этот путь и прокладывают его себе, были разумные старшие, значимые люди, которые вовремя подскажут, объяснят, докажут несостоятельность вот этих поступков. В нашем городе тенденции роста нет. Наоборот, наркомания пошла на спад. Однако проблема все же остается актуальной. Специалисты продолжают быть на чеку. В зоне особого риска подростки, поэтому профилактика должна быть проделана жесткая, как говорится, на грани фола. Спортсмены в погонах в Бобруйске подвели итоги 26-го чемпионата вооруженных сил по гиревому спорту. За награды сражались 8 команд вооруженных сил Беларуси. Организатором состязания выступил 147-й зенитный ракетный полк. Баталии громыхали между представителями сил специальных операций и военных факультетов части центрального подчинения. Под 60 человек изо всех уголков Синеокой соревновались в семи весовых категориях. За плечами профессионалов все возможные рекорды и титулы. По итогам победу одержали лидеры чемпионата силы специальных операций Беларуси. Я считаю, что это один из таких значимых спортивных мероприятий по гиревому спорту. Это чемпионат вооруженных сил, потому что здесь собираются титулованные атлеты, мастера спорта, мастера спорта международного класса, которые показывают свои высокие результаты. Чемпионат прошел организованно. Все участники остались довольны, показали хорошие результаты. В плане не только нашей команды, а и остальные команды. Очень была конкуренция сильная, сложная борьба. И боролись все до крайнего вида. Это гиревая эстафера. Во время церемонии награждения победителям были вручены не только дипломы, но и эксклюзивный сувенир города – бобрик. Гости особенно отметили теплоту и душевность, характерные для бобруйской земли. Засасывающая сеть, лудоманы вокруг нас и чем приходится расплачиваться за онлайн. Молодежная программа сразу после выпуска новостей. Будьте в теме вместе с зумерами. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok